Всем добрый день, с вами Формула Семьи на радио Теос. Как обычно, по будням в 2 часа дня. Сегодня мы вещаем из Москвы по московскому времени. Собственно, 14.00. 13 сентября, начало учебного года. С вами Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачёва. Добрый день. Ну что, сегодня будем вновь говорить о школе. Тема у нас большая. Все 9 месяцев можем о школе говорить. Тема такая. Не хочу в школу. Проблемы с мотивацией обучения. Как ваш ребёнок реагирует на школу? Как он оценивает свою успеваемость? Есть ли дружеские отношения с одноклассниками? Вот всё это сегодня и не только это. Обсудим с Татьяной и придём к какой-то формуле идеального обучения, идеальной мотивации детей. Я, наверное, начну с своего какого-то переживания. Я мама аж трёх девочек-школьниц. Да, вот сейчас одна уже перешла в институт. Тройной опыт. Да, да. Тройной удар такой. Утром, когда нужно всех поднимать. И эта фраза, она часто как-то фигурирует на устах детей. И я знаю, что... Какая фраза? Не хочу в школу? Не хочу, да, да. Есть период лета, когда все тяготы уже позабыты. И начинаются мысли о том, что вообще-то мне нравится математика, биология. Это вообще страсть моей жизни. И что, наверное, хочется скорее пойти в школу. Но вот прошло почти две недели. Эти радужные настроения начинают потихонечку угасать. И реальность школьной жизни, она так вот выстаёт. Что каждое утро, в 7 утра у кого-то полседьмого, кто-то далеко ездит ещё раньше, нужно вставать, нужно поднимать своё тело, заряжать его, одевать его и отправлять, соответственно, в школу. И мне хотелось бы поговорить об этом, потому что это проблемы, с которыми сталкиваешься каждый день. Проблемы, с которыми дети тоже сталкиваются каждый день. Они каким-то образом должны преодолевать себе вот это вот нежелание идти. Что за этим стоит? Есть вопрос просто такой вот, что нам не нравится делать что-то. Если нам что-то не нравится делать, то это всегда для нас большие усилия заставить себя, преодолеть себе вот это нежелание. Если ребёнок с этим сталкивается каждый день, то это встаёт как огромная такая проблема с дисциплиной. Вот, поэтому мы сегодня будем говорить именно о мотивации, что заставляет нас ходить в школу. Дорогие радиослушатели, пишите нам, звоните, мы будем очень рады узнать ваше мнение. Что вам нравилось в школьной жизни, что помогало вам тёмными зимними утрами подниматься, одеваться слой за слоем, выходить на улицу и проводить целый день в этом замечательном заведении. Вот мы были бы очень рады услышать ваше мнение по этому вопросу. Звоните нам в прямой эфир 8 800 333 17 06. Вы оставлять можете также сообщения на сайте, с помощью мобильных приложений нам писать. Всё вот у меня открыто перед экраном, прочитаю, озвучу. И есть для самых продвинутых и мобильных вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. Так что мы открыты для ваших историй. Ждём, ждём. Я вот, когда вы сказали тёмными зимними утрами, я сразу вспомнила Гришковца, как я съел собаку. Вот этот монолог, когда, говорит, ты вот встаёшь, бабушка налила чай, вот ты сидишь, смотришь, тишина такая, и думаешь, ну вот бабушка, ну почему ты так громко пьёшь этот чай? А потом ты выходишь на улицу, и там вот темно, ничего не видно и холодно. А сзади, сзади-то тёплая кроватка осталась, сзади твой дом. Ты стоишь на пороге двери из подъезда, и вот судьба решается каждое утро. Каждое утро решается судьба. Что заставляет нас сделать этот шаг? На самом деле мотивация бывает очень разнообразной. И мы ожидаем услышать больше, чем просто мне нравилось там знания какие-то, потому что дети ходят в школу за совершенно разными делами. У кого-то есть закадычный друг или подруга, с которой просто ребёнок проводит свою жизнь. Жизнь проходит не столько на уроках, но иногда бывает на уроках, да, сколько между уроками. После уроков, когда на портфелях катаются с горки, когда бьются снежками, когда вместе заходят и измеряют лужи. Вот это же тоже часть школьной жизни, да. Вот что этот фактор, который поднимал вас и который может помочь кому-то, также пересилит своё какое-то нежелание учиться. Я вот вас понимаю прекрасно, потому что у меня этот фактор, наверное, были друзья, было общение, потому что... Но начальную школу я не беру, там сложно это определить. Я, честно говоря, сейчас даже и не помню вообще, что было со мной в начальной школе. Как-то всё одним днём у меня от первого до четвёртого класса. Вот помню 1 сентября, и когда гладиолусы выше, чем я. Вот, и помню четвёртый класс, когда на выпускном учительница рассказала, что когда я первый раз вообще пришла в школу, я первый раз увидела доску вот такую именно нового типа, зелёненькие такие, потому что в детском садике она была где-то высоко, далеко. Недосягаемая была. Да, а тут вот такая доска с двумя дверцами ещё. Ну, в общем, я всё изрисовала, всю доску со всех сторон. Вот. А во взрослой, в средней школе и в старшей школе, зачем ещё ходить в школу? Там же друзья, там же компания, можно пообщаться после урока, сразу пойти погулять. А что на уроках будет? Ну, что-то будет. Да, но как бы происходящее на уроках не всегда является в центре жизни ребёнка, поэтому мы вполне понимаем, что, может быть, страсть к знаниям не так часто будет среди мотивационных факторов звучать. Вот. Ну, некоторые родители описывают это явление как лень. Вот. У меня ленивый ребёнок. Он каждый раз не хочет делать то, что ему нужно. Он не хочет идти в школу, он не хочет заниматься, он не хочет выполнять домашние обязанности. Но здесь мы должны понимать, что всегда за ленью что-то есть. Человек так устроен, что то, что ему нравится, или то, что ему хочется, он делает сразу и делает хорошо. А то, что ему не нравится, то, что ему не хочется, в противоположную сторону, да, он старается как можно дольше оттянуть и старается, ну, минимально участвовать вот в этом процессе. Поэтому, когда мы говорим о каких-то наших обязанностях, о школе, то нам важно сосредоточиться на правильной мотивации. Вот. Зачем? Зачем ходят в школу люди? Да. Вот. Что там может быть такое, что будет действительно поднимать ребёнка, мотивировать и давать ему энергию вот сразу идти. Ну, я могу сказать сразу о первоклассниках. У нас сейчас соседка, девочка пошла в первый класс. Сейчас она ходит, во-первых, в форме. Вот для ребёнка, который не ходил в форме, форма – это статус взрослости. То есть она уже стала взрослой. Это очень мощная такая мотивация. Она уже обрела статус первоклассника. У неё огромные белые красивые банты, прекрасный розовый портфель. 13 сентября до сих пор банты? Банты у них остаются, может быть, по инерции. Они ещё... Мама не устала каждое утро банты одевать. Вот. И для неё, конечно, но это атмосфера праздника, что ты одеваешь всё новое, красивое, да. Ты идёшь туда, где большие ребята находятся, то есть и ты уже взрослый. Это очень хорошая мотивация. Ну, её хватает, наверное, приблизительно где-то на полгода, в лучшем случае, да, пока ребёнок не сталкивается, ну, с некоторой рутиной, с повторяемостью этих действий, с тем, что нужно прилагать усилия, писать какие-то буквы. Ну, и, в конце концов, тем, что оказывается, что то, что он думал, он делает лучше всех в мире, есть сосед по партии или соседка, которая делает это лучше. Ну, и здесь вот начинается немножечко такое более вялое состояние. Но, тем не менее, вот что стоит за нашими походами в школу? Я вспоминаю рассказ, который мы все читали по литературе, про Филиппка. Там вот мальчик пошёл в школу, и с ним увязался этот младший его брат пятилетний, который всё время за ним ходил. И учитель говорил, ну, зачем ты пришёл? Иди к маме. Холодно. Вот. Но он ходил и ходил, и учитель обратил на него внимание и сказал, ну, ладно, что ты знаешь? Он говорит, а я знаю все буквы. Я говорю, ты ужас какой умный. Ну, и все умилились. Тогда речь шла о сельской школе, да? И учитель говорит, ну, ладно, давай рассказывай буквы. Оказалось, что он вместе с братом действительно выучил все буквы. Ну, и из-за неотступности учитель говорит, ладно, садись, будешь вместе с нами учиться. Вот то желание, да, вот быть в школе, учиться, быть со старшим братом, вот как-то вот в этом рассказе оно вот очень хорошо описано. Вот. И когда я смотрю на современных школьников, мне кажется, вот ситуация как-то радикальным образом поменялась. Мне зачем туда идти. Да. Потому что тогда, вот если мы говорим, скажем, даже начало XX века, да, середина XX века, конечно, школа приводила к социальному лифту, да, то есть если человек умел читать, ну, как бы он всё. Это человек, который, в общем, обладал определённым статусом. Ну, было же даже такое, помните, когда люди приносили письма, и читал кто-то один из села, потому что, как бы, он мог, а остальные не могли. Ну, это, как бы, достаточно быстро исправили, но всё равно, как бы, статус грамотности, статус человека знающего, это, естественно, повышало его, он был старостой, он становился, там, вот, как бы, вот, человеком уважаемым. То есть было зачем. Ты вкладывался, и это давало тебе такую путёвку в жизнь. Вот. Сегодня, к сожалению, вот в нашей меняющейся действительности, конечно, вот этот мотив намного притупился. Но, с другой стороны, у нас практически нет детей, я не знаю, может быть, сейчас появятся с планшетами, те, которые всё-таки не умеют читать. Да, вот, у меня младший... Скорее, не умеют писать. Писать, да. Читать умеют, да, вот, писать. Вот. Разным способом используются социальные сети. Я вот недавно обратила внимание, что старшие пишут смс-ки, а младший ребёнок, например, у меня надиктовывает голосовые сообщения. Она говорит, мне не хочется писать. Тоже ведь вариант. А цель достигается, да, вот. И я думаю, интересно, если это дальше будет продолжаться, в принципе, действительно же, ты можешь наговорить письмо, ты можешь наговорить сочинение, ты можешь наговорить всё, что угодно. Мы вернёмся в те времена, когда, собственно, не нужно вообще уметь писать. Этот навык не необходим. Вот, ну, я надеюсь, что мы, конечно, туда не вернёмся, вот. Но, во всяком случае, такая острая необходимость, и какой социальный лифт, вот, связанный с обучением, по крайней мере, он не очевиден для детей. Да, вот, если ты школу закончишь, тогда вот у тебя всё в жизни сложится хорошо. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru И не только через сайт. Звоните нам в прямой эфир 8 800 333 17 06. Мы ждём ваших историй. Зачем вы вообще выходили тёмным ранним утром из дома и шли в школу? Потому что так надо? Или потому что хотелось? Почему? А может, вообще не ходили? Ну, вдруг? Да, да. Поделитесь. Есть же категория, да, которые избегали ловко. Конечно. Или, может быть, выходили, но не в школу. То есть родители думали... Выходили как бы в школу? Да, на самом деле не в школу. Ну, мало ли что. Так что звоните, делитесь историями, может быть, какими-то смешными, может быть, грустными. Будем ждать про сайт с сообщениями. Сказал у нас Диктор. Что у нас ещё? Мобильное приложение я тоже озвучила. И Вайбер и Ватсап. Плюс 7 977 850 09 96. Ну, а я напомню тему. Мы сегодня с Татьяной говорим вот о чём. Не хочу в школу. Проблемы с мотивацией обучения. Да. Ну, я больше, наверное, буду адресовать своё послание родителям, да, потому что, когда ребёнок не хочет в школу, ну, могут быть разные варианты. Ну, не хочу, не буду, да, он может протестовать по-всякому разному. Но школа — это как такая вот всё-таки необходимость. Я знаю, что здесь есть передача, которая говорит про домашнее обучение. Домашнее обучение, да, но это всё равно вариант школьного обучения. Домашнее или семейное обучение? Семейное. Семейное, да, да, да. Семейное обучение, которое вариант всё равно школьного обучения. А вот так вот, чтобы совсем не ходить, у нас как бы вот так вот, ну, не представляется возможным. У нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Да, здравствуйте. Хотелось бы поделиться своими школьными годами. Давайте. Я в школу ходил очень с большим неудовольствием, да, потому что я мальчик, и мальчик был тихий, спокойный. Меня, учителя все меня очень любили, очень уважали всегда и везде, с начальной школы и до последних дней, да. Вот. А почему же тогда с неудовольствием? А, ну, потому что у нас класс такой был, понимаете, как бы вам сказать, половина хулиганов. Ну, не половина, но две трети, это точно вот. Там был союз трёх обезьян, они там избивали вот с парадной, каблуками людей били по голове, значит, ну, вот избивали одного. Хулиганы, да. Да, жестоко. А, да, жестоко обезьян, но именно в нашем классе были, да. Значит, и дальше, смотрите, школа, и я считаю, что школа, это вообще-то не передовое просто обучение, да. Я считаю, что вот как предсадская Россия, вот гувернантки, гувернёры, да, вот на дом учителя, чтобы приходили, потому что там в школе мы отвлекаемся от хулиганов от этих, да, которые без конца из рогатых стреляют там или задевают её. То есть мы не усваиваем, мы больше просиживаем время вот это 6 часов, просиживаем бесполезно буквально, да. Было бы более продуктивно, когда учитель бы пришёл на один часик, на один часик, да, было бы намного продуктивнее, как говорится, чем просиживать это вот среди класса, понимаете, и отвлекаться, отвлекаться, не то, что учитель говорит, а то, что вот тебе там, вот ты получишь сзади это по башке там книжкой там или типа там из рогатки кто-то вот стреляли без конца, да, знаете, резинка там, бумага, но сливишь, да, 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 понимаю о чём. Да, вот это вот отвлекает, и вообще я считаю, что я вот, например, считаю, что это вообще бесполезные годы, как говорили, я потому что как бы подкладываю я Курибин, такой технарь, да, мне вот дома самообразование больше бы дало, чем вот в школе вот это вот, когда говорит учитель, то, что написано в учебнике, то, что дома сидеть и это самое читать, вот и всё. Да, Владимир, вы в русле самых последних передовых тенденций в образовании, скоро всё вообще так и будет. Ну да, и репетиторы там тоже доказательства. Спасибо большое за звонок. Ну, вы знаете, по поводу того, что вот ещё Владимир сказал, это ведь сейчас, на данный момент, это затратно. И то, что Владимир говорит, на часик придёт, я когда готовилась к ЕГЭ, ну, собственно, ещё вам тоже это всё предстоит, и, может быть, кто-то уже готовился к ЕГЭ, когда нанимаешь репетитора, он с тобой занимается там час-полтора, да, это гораздо продуктивнее, но и стоит, это ого-го. Да, ну это, собственно говоря, является препятствием основным. Репетиторство и такое домашнее образование было всегда. Аристотель, как мы знаем, учил Александра Македонского, да, но вот кто из нас может позволить себе, да, и своему ребёнку нанять Аристотеля в качестве учителя, да, и оплачивать ему не только геометрию, но и философию, то есть несколько наук. То есть вот... Это немного сложновато. Финансово, конечно, это будет очень обременительно для семьи, поэтому это позволить могут не все, хотя система репетиторства сейчас развивается, и, в общем-то, много учителей работают именно в таком режиме. Здесь снимается вопрос социализации, вот то, что сказал Владимир, то есть негативное влияние ребят, которые хулиганы, которые отвлекают, которые, в общем, приходят для весёлого времяпровождения, для себя и для плохого, для других, он, конечно, портит всю эту историю школьную, но вместе с тем, вместе с тем сейчас всё образование движется к тому, что обучение будет с использованием интернет-технологий, и это, конечно, не живой учитель будет приходить тебе в класс, но сейчас уже, по-моему, почти все лекции записаны с ведущей учителя на компьютере, есть возможность их посмотреть, даже если ты не понял урока, пропустил, заболел или что-то такое, ты включаешь этот класс, выбираешь себе класс, выбираешь себе урок, и ты можешь прослушать материал снова, и это практически так, как вот Владимир хотел. У нас ещё один звонок. Алло, слушаем вас. Да, вот это Владимир. Да. Ого, это очень дорого. Так нет, просто истребить эту школу, а учителя хоть бесплатно, по своему району. Смотрите, учителя математики, значит, в классе сколько там человек? 40, у нас было 40, да? Вот 40 учеников. Учитель по математике ходит в своём районе, да? К 40 ученикам. Так почему к 40? Учителя математики с 5 по 11 класса-то? Или по 9 как минимум? Ну, это если в начальной школе Владимир говорит. Если начальная школа, то да, а среднюю школу как? Ну, чтобы провести ему урок один математики, ему нужно потратить 40 часов, ну, по 45 минут, и плюс ещё добраться к каждому из учеников. И это колоссально. Это тогда нужен огромный просто штат преподавателей. Да, то есть, ну, это, конечно, очень затратно. Нет, смотрите, учитель математики ходит по 40 ученикам. Учитель географии тоже по 40 ученикам в своём районе, да? Почему затратно? Так же и получается, как бы, 40 часов... Да, потому что учеников-то не 40, Владимир. Учеников больше. Ну, даже если 40. Нет. 40 часов нужно отработать в день, Владимир, вместо одного часа в школе. Посчитайте. Нет, а зачем в день-то? Пускай он ходит, это, 8 часов, 8 учеников, а день, день как 8, ну, 8... А, то есть на неделю растянуть. То есть, ну, правильно, то, что он преподаёт в школе за один час, он будет преподавать в неделю. Вот так получится, да. Да, да, и ходит к одному ученику, к другому, учитель географии к одному, к другому, и он, как бы, в школе, там, он за урок, за 40 минут, он такой объём, а здесь за час, ну, в 10 раз больше ученику даст. Ну, это на самом деле не совсем так, вот. Но я просто говорю, что сейчас интернет-технологии, где уроки записаны, и где есть возможность общения с учителем, обсуждения каких-то вопросов, они практически решают эту задачу и с экономической точки зрения. Кстати, интернет же существует сейчас. Конечно, конечно, Владимир. Тем более, вы понимаете, тем более, не надо никуда ходить-то. Вот, но тогда... Спасибо. Тогда вопрос физкультуры, Владимир. Если ученики вообще никуда не будут ходить, то вопрос, как они будут физически развиваться. Нет, но это в таком случае похоже на семейное обучение. Вот Сергей уже вторую передачу вёл на прошлой неделе по этой теме. Спортивные секции, кружки после основного обучения, которое происходит днём. Но в таком случае просто я не вижу рациональности между семейным обучением, допустим, и тем вариантом, который предложил Владимир, потому что тогда лучше уж всем на семейное перейти. А школы — это будет такое здание, где сдают экзамены. Может быть, наверное, не сразу. И, наверное, не только для экзаменов. Потому что всё равно есть вопрос консультаций, есть вопрос проектов каких-то, которые дети делают совместно. Но я думаю, со временем основная нагрузка по передаче информации в любом случае уйдёт от учителя. И учитель больше будет заниматься организацией вот этого образовательного пространства и сопровождением ученика. Но это мы с вами ушли очень далеко от темы нашей передачи. У меня, кстати, родился вопрос, пока мы не перешли к старшим классам, как раз по теме нашей передачи. Вот многие считают, что мотивация ходить в школу, она рождается ещё в детском саду. И воспитатели внимательно следят. Если у ребёнка есть большое-большое стремление учиться, то они говорят родителям о том, что лучше бы вам забрать его чуть-чуть пораньше и отправить в школу. И тогда, скажем, вы попадёте вот в это самое время и вообще не нужно будет заботиться о том, чтобы ребёнок хотел ходить в школу. Он будет это делать всегда. Это миф или правда? Ну, я бы не сказала, что это прям панацея. Есть определённый момент, когда ребёнок настроен на то, чтобы начать учиться. Это 7 лет. Ну вот почему 7 лет вот так вот мы держимся, что у нас начало обучения? Потому что это возраст, когда ребёнок с игры переключается больше на познавательную деятельность. То есть фактически он наигрался. Вот так вот по-большому. Конечно, некоторое время он будет продолжать ещё там что-то играть, но игра перестаёт быть основным видом деятельности. Конечно, хорошо этот момент поймать. Не всегда так получается. Но даже если вы его поймали, это не значит, что в 7 классе он вам не скажет, что школа вообще это ерунда, я туда ходить не буду. Да, это момент начала неплохой, но он не гарантирует. Это 11 лет. Это вот такого, наверное, больше нигде у нас нет в жизни, чтобы мы 11 лет ходили в одно место, с утра до вечера. Сейчас даже не работают так долго в одной организации. Сейчас люди переходят туда-сюда. Поэтому это очень большой кусок жизни. И представить, что один раз ты поймал, и это тебе хватит на все последующие 11 лет до ЕГЭ. Это, по крайней мере, наивно. Там разные всякие процессы будут происходить. Но возвращаясь к линии, мне хочется сказать, что если ребёнок не хочет хорошо поймать причину, что на самом деле напрягает, что залежит за этой его линию. Потому что лень, она всегда какая-то обоснованная. Мы противимся чему-то. У нас есть какой-то дискомфорт по отношению к чему-то. И я вот тут выписала несколько реплик ребят, которые писали по поводу школы. Ненавижу математику. Два. В классе одни идиоты. В столовке дают не еду, а траву. Четвёртое. Домашка. Пятое. Одна из училок постоянно орёт. Шестая. Маленькие перемены. Седьмое. Нету шкафчиков. Восьмое. Не работаем с компами. Девятое. Вместо диванов рядом с партами стоят стулья. Десятое. Три месяца летних каникул, а надо двенадцать. Замечательно. Последние две меня добили. Вместо диванов стулья и двенадцать месяцев летних каникул. Неплохо. Ну вот аргументация нормального человека развита. То есть он все факторы прошёлся. И он видит, что это не то, что бы ему хотелось. Есть другой вариант. Скоро первое сентябре. А я вообще не хочу в школу. Чё там делать? Сидеть шесть часов на уроках, а она достала меня. Как не пойти туда? Или хотя бы пойти в ноябре где-то? Отсрочить проблему, да? Да, вот. На эту реплику, кстати, было очень много постов, которые писали, ну не хочешь, не иди. Ну чё ты-то, в общем, так переживаешь? Ты специально, наверное, такие же школьники. Да, я вообще не хожу тут, сижу целый день в сети и так далее. Ну то есть вот проблемы, особенно в старших классах, особенно у мальчиков. Это глобальная проблема, потому что ребёнок понимает, что школа не даёт однозначного, очевидного социального лифта. И сегодня это так. Сегодня у всех есть образование, да, все более-менее на одном уровне. С другой стороны, то, что сейчас востребовано, компьютерные технологии, какие-то социальные сети и так далее, ну не так уж они встроены в школьную программу. У детей есть ощущение, что они учат что-то из эр динозавров. Да-да-да, старого образца. Которое не то, что старого, оно просто давно древнее. Да, оно устарело и вообще совершенно не относится к современной жизни. Современная жизнь яркая, красивая, насыщенная. То, что там, оно вообще в каком-то отдельном, в каком-то кластере памяти находится. Оно не связано с тем, что происходит сейчас в жизни. Меня, например, поразило то, что мы сделали с дочерью домашнее задание, и там у них были полевые цветы по окружающему миру. Я говорю, вот смотри, вот смотри, какие цветы тут есть нарисованы. Я говорю, дочь, ну ты же это всё видела на даче многократно, на улице. Она говорит, нет, это мы только проходили в школе. Нету соотношения, да? Нету, она знает цветы на даче все по названиям, а когда она смотрит в учебник, смотрит там, что даётся, хотя это те же самые цветы, у неё вот то знание с этим вообще не связано. Они находятся в двух разных каких-то местах, в других разных шкафах памяти её. И вот это, конечно, реальная проблема, потому что ребёнок вообще не понимает, зачем это. Какой present perfect, понимаете? Когда нужно сидеть и жать на кнопки. Ну какой present perfect? Вот, и одна из проблем, и с другой стороны, задача родителей, учителей показать, что вообще говоря, вот эти знания, они имеют отношение к жизни. Тебе придётся считать в магазине, да, когда ты будешь там, я не знаю, что-то шить. Тебе нужно будет строить геометрические фигуры, и вот эти расчёты, они на самом деле там пригождаются. Так может быть, в этом и проблема, что школа даёт теорию и не учит применять её на практике. Элементарная игра в магазин, какой бы глупой этой идеей сейчас не звучала, когда на математике проходят проценты или десятые и так далее, она бы помогла. Да, и сейчас, я должна сказать, на самом деле есть серьёзные сдвиги в этом направлении, даже есть раздел реальной математики, где все задачи, они из жизни взяты. Это очень хорошо. Их на ЕГЭ тоже спрашивают, и это реально математика вызывает шок у всех учителей. Но это другое, но, по крайней мере, есть желание у педагогов объяснить ребёнку, что вот это знание, оно на самом деле актуально, оно связано с вашей жизнью. Как брать кредит в банке, как рассчитать самим процент, потому что на тебе, извините, могут навариться спокойно, и ты подпишешь бумаги и будешь счастлив. Фой, у меня такая низкая процентная ставка, всего-то 15, когда можно было 9 взять. Вот, ещё один способ объяснения, да, вот Максим пишет. Я не хочу ходить в школу по разным причинам. Первое, я боюсь плохих оценок. А когда у меня плохая, то у меня начинается жёсткий контроль. Особенно, когда моя мама учительница, и вообще из-за этого и на компьютере играть нельзя, и прочее, прочее, прочее. Вот смотрите, здесь мы сталкиваемся не только с тем, что, допустим, у человека непростроено отношение с друзьями, а человек говорит, что у меня неприятности, когда ничего-то мне не получается. А как мы относимся к плохим оценкам? Ну, обычно среднестатистический родитель реагирует на оценку. То есть если у человека всё нормально, да, то родитель мало вмешивается в процесс обучения. Но если ребёнок принёс два, сила родителя активизируется, и он что начинает делать? Он начинает кричать и ругаться вместо того, чтобы помогать. Он начинает ругаться на ребёнка, потому что два, привлекло его внимание, отвлекло его от его взрослых насущных проблем. То есть здесь вот ещё есть один момент. Есть момент даже страхов, опасений каких-то, которые связаны исключительно со школы. То есть вопрос отметок, вопрос дисциплины. Вот. У мальчиков вообще проблемы с дисциплиной, потому что они предназначены для движения. А они в классе вынуждены сидеть в неестественной позе в течение долгого времени. И поэтому на переменах, это всегда большая проблема для школьной администрации, начинаются всякие гонялки, попытки компенсировать 40-минутную статику вот этой 10-минутной динамикой. Вот. Ну и отсюда много всякого разного. Да, разобраться в причинах. Ну вот что стоит за этой ленью? Почему ребёнок не хочет? Что ему не хватает? Или наоборот, что такого страшного? Некоторые ребята боятся учителей. Бывают такие учителя, с которыми страшно. Вот. У нас была учительница, которая всегда говорила тихим голосом, вызывая к доске, но при этом все сидели тряслись, а-а-а-а-а, только бы ни меня не вызвали. Ну вот эта педагогика, которая основывается на страхе, конечно, она не добавляет мотивации ребёнка идти в школу. Ну, абсолютно никак не добавляет. И здесь требуются, ну, наверное, беседы неоднократные, родители, может быть, какие-то разговоры с этой учительницей, чтобы как-то вот эту ситуацию конфликтную решить. У нас есть сообщение на сайте, пишет нам Мария. Ребёнок возвращается со школы, спрашиваю его, как день прошёл, а он отвечает агрессивно. Это сигнал чего? Ну, первое, что он устал, да, неизвестно какого возраста ребёнок, да. Если подросток, это вообще попрание его личной свободы. Может быть, это... Что-то лезешь в мои дела. Это повод, да. А с другой стороны, то, что он раздражён, может показывать то, что у ребёнка было напряжение какое-то, сверхнужного напряжения в школе. Это вообще-то понятно, конечно, там они не сидят, просто играют в компьютеры с радостью. Вот, поэтому надо смотреть дальше, задавать вопросы. Да, может быть, не сразу, а спустя какое-то время, когда оно успокоится. С другой стороны, я вот всё-таки считаю, что после школы нужно давать ребёнку какой-то перерыв. Иногда просто усталость порождает вот такие вот реакции. Если есть возможность прогуляться после школы до дома, очень хорошо, потому что прогулка снимает во многом напряжение. Горки на портфелях тоже, в общем-то, таким образом действуют. Но только чтобы они, конечно, не до восьми вечера были. Да, вот, ну какой-то вот небольшой, там, часовой, полуторачасовой перерыв. Часто вот в жизни обыденной такого перерыва нету. То есть ребёнок сразу едет на занятия, с занятия он сразу мчится домой, нужно скорее делать уроки, потому что уже время спать ложится. Здесь, конечно, нужно вспоминать о том, что физическое состояние ребёнка – это один из ключей к успеху. И к тому, чтобы он… Его ритм жизни должен быть такой, чтобы он нормально, счастливо существовал. Вот. Опять же, вот Марина… Мария. Мария, да. Если это старшие классы, я вот тоже сужу сейчас по моим детям, там, конечно, очень большая нагрузка, сколько там, около десяти предметов, по каждому есть задание, по восемь уроков каждый день. Это просто вот вызывает к тому, чтобы была какая-то оптимизация, чтобы раньше ложился спать ребёнок. Ну и нужно уже выделять, что из этих предметов главное, да, что из этих второстепенных, может быть, не стоит убиваться из-за какого-то второстепенного предмета, если дальше он человеку не понадобится. Вот. Потому что цена этого – это здоровье. Даже можно в таком случае пожертвовать разными секциями и кружками, если вы видите, что ваш ребёнок просто полностью загружен… Безусловно. Да, школой и образованием. Безусловно, да. Ну что, небольшая заставочка, то совсем без неё. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира – 8 800 333 1706. Звоните, друзья, рассказывайте ваши школьные истории. Вот Владимир нам позвонил, молодец, рассказал. Берите с него пример. Набирайте номер прямого эфира – 8 800 333 1706. Будем ждать звоночков. Пишите нам сообщения, оставляйте их с помощью сайта, с помощью мобильных приложений. Вайбер, ватсап к вашим услугам. Плюс семь, девятьсот семьдесят семь, восемьсот пятьдесят, ноль девять девяносто шесть. Тема у нас сегодня такая. Мы с Татьяной Горбачёвой говорим о школе. Не хочу в школу. Проблемы с мотивацией обучения. Почему дети не хотят ходить в школу и агрессивно по утрам говорят родителям, ну дай поспать ещё немножко, ну пять минут, как будто это изменит весь день. Да, да, пять минут. Это же самое важное время, пять минут утром доспать. За пять минут ты можешь доспать всё, что ты не доспал. Все те три-четыре часа, они досыпаются за пять минут. Точно, точно. Ну, причины того, что люди не хотят ходить в школу, очень разные. Очень разные. И легче всего, наверное, если это какие-то мелочи. Но вот часто мелочи бывают такие, что они создают вот этот фон. Да, ну представьте себе ученика из достаточно неблагополучной семьи, которая учится в школе, где все очень богаты. Он невольно, присутствуя в этом коллективе, чувствует себя недоодетым, да. У него не такие хорошие канцелярские принадлежности, у него там рваные ботинки. То есть, с одной стороны, это может быть не огромный такой фактор, да, но это то, что может создавать дистанцию в отношениях. Это может быть причиной того, что ребёнок тоже не хочет ходить в эту конкретную школу. Это ещё усугубляется наличием детской жестокости по отношению к нему, да, если другие одноклассники не воспитаны, и они не знают, как себя нужно вести. Ну и отчасти введение формы — это попытка нивелировать вот эти различия. Ну я, например, знаю, что у меня муж преподавал в какой-то элитной гимназии некоторое время назад. Сейчас, мне кажется, более-менее это вот как-то так всё-таки разделились люди по социальному статусу в разных школах. И там мало того, что были люди всё из обеспеченных семей, но их обеспеченность была фактором гордости особенной. То есть они все перед друг другом выпендривались по этому поводу. Может быть, ещё был недостаток культуры в этом отношении. То есть это не только было, что просто дети с деньгами, но они ещё друг перед другом хвастаются телефонами, одеждой, какими-то поездками. И, конечно, это создаёт такую атмосферу очень конкурентную и очень неприятную для человека, который, например, не может похвастаться своим. Могут быть какие-то ещё более мелкие вещи. Ну вот, дорогие родители, вы, наверное, и по себе знаете, что иногда перед вами стоит большое дело какое-то, а вы не можете справиться, потому что реально что-то телефона нет позвонить. Вы знаете, что вам нужно залезть в компьютер и найти этот телефон. Но этого телефона нет, который вот сдвинет огромное дело. И вы используете это как повод для того, чтобы не сделать это. Или какие-то другие совершенно мелкие вещи. Вот постараться со стороны нашей родительской вот эти вот мелочи какие-то просмотреть, всё ли у вас у ребёнка есть, необходимо ли для того, чтобы учиться. Помню, какое-то время у ребёнка была просто огромная проблема с математикой, потому что не было циркуля. Вот оказывается, у всех были циркули, а она свою циркуль куда-то потеряла или куда-то делает, циркуля не было. Математика просто не шла. Вот, когда образовался циркуль, кто бы знал, что это такой ключ к успеху абсолютному, да? Но вместе с тем такое бывает, да? Мы зацикливаемся на какой-то вот такой мелочи досадной, и очень многое оказывается подвижшим. Вот, поэтому создать все необходимые условия для того, чтобы были там, я не знаю, и формы школьные, и какие-то вот мелочи. Ручки, в конце концов, ручки очень важны. Вот с одними ручками русский язык изучается, особенно для девочки, а с другими ручками, ну, просто никак не идёт. А я вас понимаю. Вот эти толстые ручки... Толстые ручки. Всё, я не могу ими ни писать, ничего, они жирно пишут, ими неудобно... Вообще неудобно их держать в руке, почерк ужасный, ты расстраиваешься, всё, закрываешь тетрадь и ничего не хочешь делать. Да, но вот мелочь, да? Мелочь. Она создаёт вот какой-то такой фон вот неприятности, что тебе всё время нужно преодолевать вот эту вот толстую ручку, ты всё время про неё думаешь. Какое же ши, когда ручка у тебя толстая? Вот мы смеёмся, а для детей это супер важно. Вот понять бы нам ещё взрослому это. Да, поэтому вот как-то, может быть, в несколько заходов, в несколько итераций поговорить. Слушай, ну а что тебе не нравится? Ну а у тебя как бы вот всё есть, да? А у меня у соседки ластик. Я помню, у нас был один молодой человек, который приехал из-за границы, и он нас всех поразил ластиками, которые пахли. Вот какие-то были ариентизированные ластики, тогда вообще было всё очень скромно и скудно. И вот это была мечта всей жизни, купить ластик, который пах, и потом у нас стали они делаться. По-моему, весь наш класс купил эти ластики. Он уже давно забыл, да, потому что это было в какое-то дремучем детстве, может, в первом классе. А мы все взрослые, уже такие 16-летние, все пришли с этими ластиками, предметами вожделения. Но вот мелочь, но это то, что создаёт атмосферу обучения. Есть ли у ребёнка рабочее место? Это важно. Да, это очень важно. В котором он был бы законодатель. Он бы помещал расписание, куда ему хочется. Он бы ставил книжки так, как ему удобно. Ну и можно родителям беседовать на тему того, что куча на столе, это не очень удобно. Всё время приходится искать чего-то. Вместе с тем, это его среда, в которой ему хорошо, в которой он может заниматься, в которой он может сосредоточиться на каком-то деле. И здесь невозможно не сказать про теперешнюю тенденцию вообще решать все проблемы лёжа на диване. Вот недаром здесь человек говорит, что почему диваны не диванами рядом с партами? Я, наверное, в таком случае страшно называть себя человеком старой закалки, когда тебе 22. Да, это страшно. Но ощущение, что я человек старой закалки, потому что у меня ноутбук, у меня не стационарный компьютер, у мужа стационарный, у меня нет. Я могу хоть на голове стоя печатать, но мне так это неудобно, ни на диване, ни ещё, ни за кухонным столом. В итоге что? В итоге у меня своё рабочее место. Вот я за него села, и я только там могу на нём работать. Но это же тоже ведь воспитано, что мы сосредотачиваемся. Вот эта поза, которая нам помогает сосредоточиться, отключиться от всего остального. Не помнить про макароны, которые там на кухне. Сосредоточиться и заниматься делом каким-то. Вот когда человек лежит на диване, делает уроки с компьютером, который при этом ему рассказывает про какие-то интересные факторы из жизни Каал. Вот тело, которое расслаблено лежит, ему говорит, пора спать. Да. Значит, про Каал ему любопытство, значит, что там показывает, которое не требует никаких усилий от него. И при этом ему нужно писать сочинение. Вот время написания сочинения многократно увеличивается. Когда тело ему говорит, что надо спать, глаза говорят, что нужно смотреть на Каал, да, и только рука вводит что-то такое по тетрадке, которая проваливается, да, которая вот... А вот скажите вообще, Татьяна, это правда или нет? Психологи советуют, что если у вас нет в квартире возможности отдельно оборудовать спальню, где вы будете только спать, то хотя бы диван или кровать, на котором вы спите, больше ничем не занимать. И то есть вот зонирование комнаты должно быть таким образом, чтобы именно это место у вас было только для сна. Во-первых, вы будете засыпать быстрее, потому что ваше тело и ваш мозг будет понимать, что вот здесь я сплю. И во-вторых, ну в принципе вам будет проще работать. Это правда или миф? Ну потому что мы приучаемся к этому. Мы же приучаемся к каким-то вещам. Они начинают у нас ассоциативно быть связанными. Вот если кровать и место работы, и место обеда, и место провождения с друзьями, и место игры, то она становится как бы по функции дома, мультифункциональной кровати. Конечно, сложнее сосредоточиться на каком-то определенном деле. Ну я просто думаю, что это действительно так, просто не у всех есть возможность, скажем, да, иметь отдельную спальню. Ну вот поэтому я и говорю, да, то, что хотя бы кровать не трогайте, сделайте себе стол. Ну вот тенденция такая, что на кровати или на полу там делается очень-очень много вещей. Поэтому поговорите с ребёнком вообще, как, вот что это место, да, что он может его сам сделать удобным, чтобы не было каких-то досадных мелочей, которые будут отвлекать. И я думаю, что самая большая вообще задача по отношению к вот этому нежеланию идти в школу, это найти ту мотивацию, которая поможет ребёнку преодолеть вот своё нежелание. Отношение с друзьями – хорошая мотивация. А стремление что-то узнать – да, хорошая мотивация. Стремление добиться поставленной какой-то задачи, может быть, в рамках какого-то одного предмета. Нравится ему устроить змеи, да, и он увлёкся этими геометрическими фигурами. Это хорошая мотивация. Понравился ему Каала, да. Ну, эта тема интересная, надо смотреть, что там по биологии. Да даже булочки с маком в столовой могут быть мотивацией. Булочки с маком, безусловно, прекрасная мотивация, да. Желание познакомиться там с ребятами и проводить время – это тоже хорошая мотивация. Но подобрать вот этот ключик, наверное, это чисто индивидуально можно, потому что у каждого человека есть своё какое-то чувство, которое его зажигает. И поэтому здесь нужно с ребёнком говорить, задавать ему вопросы и помогать ему найти ту струнку, которая бы помогла ему с оптимизмом смотреть на предстоящий день и на предстоящее время. Ну, и ещё отдельно я хотела бы сказать про страхи. Потому что вот часто за нежеланием идти в школу есть какой-то определённый страх. Ну, страх – это вообще отдельно можно говорить про него, да. Но, тем не менее, самая хорошая возможность разобраться с страхом – это честно себе признаться, что этот страх есть. Потому что страх, он всё время живёт в какой-то полутьме, в неизвестности, в каких-то полутонах. И если вы, как родитель, например, понимаете, что ребёнок там боится конкретного учителя, вам уже гораздо легче какие-то действия делать в этом отношении. С ребёнком говорить, с учителем встречаться, да. Ребёнок боится плохих отметок. Вы тоже можете говорить о том, что такое отметка. Что это вообще не цель жизни. Какая её функция, да. Что такое двойка. Какие возможности предоставляет двойка. Огромные возможности, да. Ведь можно ещё лучше выучить что-то и попытаться приложить усилия и изменить ситуацию. То есть я бы рекомендовала родителям об этих страхах говорить, да, и помогать ребёнку с этими страхами расставаться. Чтобы утро было приятным, чтобы ожидания школьного дня было полно таких приятных чувств. Ну и, соответственно, создавать своим отношением к школе, к занятиям, отношением к учителю тоже позитивный настрой. Потому что от того, как родитель видит школу, от того, как родитель относится к учителям, безусловно, зависит то, как ребёнок относится к учителям и как ребёнок воспринимает школу. Ну, в большей части ребёнок просто подражает тому, что он слышит от родителей. Вот, поэтому нежелание идти с утра в школу это дело обычное. Мы часто с этим сталкиваемся. Иногда это бывает просто желание поспать, желание остаться в тёплом, уютном месте, дома с мамой, с папой. Но иногда за этим кроются какие-то проблемы. Проблемы с мотивацией, то, что ребёнок не может найти для себя хороших причин ходить в школу, или у него что-то не получается, он не может выстроить отношения или какой-то предмет освоить и испытывать какие-то трудности. И, конечно, об этом нужно с детьми говорить и находить причины, ну и совместно приходить к какому-то решению. Ну что, друзья, наш эфир подошёл к концу. Надеемся, что мы были для вас полезными. Татьяна дала очень хорошие советы. Обращайте внимание на своих детей. Смотрите, как они поступают, как они себя ведут. Может, узнаете что-то новое, интересное. Под конец эфира хочу напомнить вам, дорогие друзья, что радио ТЭОС — это станция, которая существует на пожертвования, и нам важна ваша помощь. Если вы хотите нас поддержать, то есть очень простой и лёгкий способ. Отправляйте смс на номер 7715 с коротким текстом «ТЭОС», «Пробел» и «Сумма», которую вы хотите пожертвовать». Сумма в рублях, конечно. В ответном смс вам нужно будет подтвердить платёж, и всё, мы его получим. Спасибо вам большое. Любой ваш вклад для нас очень ценен. От рубля до бесконечности. Ну что ж, всё, давайте прощаться. Услышимся уже в четверг. До свидания. До свидания. Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭОС.